Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Примерно как-то у красавы, что-то примерно такое, но все равно немножечко не так это все там связано. Свои немножко где-то доработки, что-то где-то свое, поэтому я надеюсь на вашу поддержку. Ссылочку на этот ролик я оставлю в описании под этим роликом, также и на правдивые пенальти. Обязательно посмотрите, ну а мы продолжаем. Итак, сегодня у нас февраль и март месяц в ролике, и сегодня мы начинаем с матча против Нима. Они идут ниже 10-й строчки, посмотрим на их голкипера, 72-й рейтинг. Мы заряжены, PSG против Нима, поехали. Итак, PSG против Нима, интересно нас ожидает сегодня матч. Хоть и команда идет ниже 10-й строчки, все равно навязать конкуренцию эта команда сможет, почему бы и нет. Шансы в футболе есть абсолютно у всех. И мы пропускаем, как я и сказал, шансы есть абсолютно у любой команды. И вот, Ним забивает на 25-й минуте. И нас заменили на 89-й минуте, и выходит Маурой Карди. И все, мы начинаем сегодняшний выпуск с поражения. Домашняя игра заканчивается против Нима у нас с поражением 1-0. У нас лидерство в 6 очков над Лилем. Итак, сейчас у нас игра против Бордова. И знаю, Бордо идут ниже 10-й строчки. Посмотрим на их голкипера, 75-й рейтинг. Постараемся все силы вложить. Форму надо немножечко только поменять. Так будет получше. Бордо против пассажей. Поехали. Итак, Бордо против пассажей. Куанами стадиум. Нам нужно вернуть доверие снова болельщиков и нашего руководства, тем более к нам. Потому что не смогли даже забить Ниму на домашнем стадионе. Но теперь игра против Бордо. Играем на выезде. И должны постараться. 6 очков у нас пока что лидерство в чемпионате Франции. И мы снова, друзья, пропускаем. Бордо забивает. 15-я минута. Счет 1-0. И что-то, да и не так случается сейчас в команде ПСЖ. Они снова пропускают первую. Что за сегодняшний выпуск у нас такой. Но мы снова вот пропускаем. И мы забиваем и сравниваем. Отлично. 26-я. 1-1. Неймар. Видит нас, отдает хорошую передачу. И мы отдаем на Драктера. И это голевая передача. 2-1. ПСЖ камп бетчит. Итак, заканчивается у нас матч. Минимальная победа. Причем волевая еще. Над Бордо. С счетом 2-1. У меня оценка 7-5. Гол плюс пас. За сегодняшнюю игру. Итак, у нас лидерство в 9 очков. Ли проиграли свою игру. 29-й гол в сезоне. И 8-я голевая передача. 153-й гол и 80-я голевая передача в карьере. Итак, сейчас у нас игра против Меца. Они идут на шестой строчке. У нас это домашняя игра. Последнюю домашнюю игру мы с вами провалили. Но надеюсь, что сейчас у нас все получится. 64-й рейтинг. Угол кипера. ПСЖ Мец. Поехали. Итак, ПСЖ против Меца. Наша очередная домашняя игра. Но последнюю домашнюю игру мы здесь провалили. Действительно, перед болельщиками теперь точно нужно расплатиться тремя очками в домашнем матче. Тем более, еле-еле обыграли Бордо на выезде. Минимально. Тем более, еще и проигрывали по ходу матча. Итак, у нас заканчивается матч. Пока что мы сегодня без побед на домашней арене. Со счетом 0-0 заканчивается игра у нас против Меца. Ну, а я еще и становлюсь игроком матча 7-0 у меня оценка. Но у нас все так же 9 очков лидерства над Лилем. Итак, сейчас у нас игра в Кубке Франции против Генгама на выезде. Генгамы идут сейчас в чемпионате ниже 10-й строчки. Но это кубок. Здесь абсолютно могут другие силы пустить команды. Вот 71-й голкипер на воротах у Генгама. Поехали. Итак, Генгам против ПСЖ. Очередной матч у нас в Кубке Франции. В этом году мы должны его трофей забрать. В Кубке победить. Потому что в прошлом году мы сенсационно вылетели из Кубка Франции. И вот замечательная ошибка сейчас игрока Генгама. Мы перехватываем мяч и все. 1-0. 52-я минута. И все. Минимальная победа над Генгамом в Кубке Франции. Мы проходим дальше. Забили единственный мяч в сегодняшнем матче. Сейчас глянем, с кем мы будем играть дальше в следующей стадии. 7-5 у меня оценка. Итак, в четвертьфинале мы обыграли вот как раз Генгам. А мы теперь в полуфинале. Лиль, Марсель и Рен. Так что это вообще замечательно. Ну, конечно, Марсель будет тяжелым соперником. Сейчас надо глянуть, конечно, с кем мы будем играть. Мы будем против Лиля в полуфинале Кубка Франции. 30-й гол в сезоне. 154-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас выездная игра против Марселя в чемпионате Франции. Марсель идет сейчас на 9-й строчке. 75-й голкипер на воротах у Олимпика из Марселя. Поехали. Итак, Олимпик Марсель против ПСЖ. Выездная наша игра. А в сегодняшнем выпуске мы лишь только на выездах можем побеждать. По крайней мере, мы не можем эту традицию убрать в сегодняшнем выпуске. И неплохо. В дерби забиваем. Отлично. 1-0. 69-я минута. Мы выходим вперед. И все. Минимальная победа на выезде с счетом 1-0. Благодаря моему голу мы побеждаем в очень важном матче в дерби. И вот один удар в створ. Все и решил. 7,5 оценка у меня. Все так же у нас 9 очков лидерства над Лилем. 31-й гол в сезоне. 155-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас Лига Чемпионов. Давайте мы посмотрим, потому что я вам вроде даже и не показывал, кто с кем там будет играть. Вот вы только сейчас узнали нашего соперника. Реал будет играть против Олимпиакоса. Интер против Ливерпуля. Спортинг против Ювентуса. Здесь практически им повезло. Барселона против ЦСКА. Тоттенхем против Баварии. Франкхурт против Манчестер-Сити. Челси против Динамо-Загреба. Фенербахче против ПСЖ. Справа вроде как собраны команды, которые заняли первую строчку у себя в группе. Вот если я ничего не путаю, конечно, потому что я уже даже не... Мы с Тоттенхемом, да, с Тоттенхемом мы были в группе. Вот они находятся слева. Это значит команды со второй строчки. Вот поэтому, ну интересно, конечно. Динамо-Загреб как-то сенсационно. Мы что-то даже и не глянули. Заняли первую строчку, я так понимаю. Ну и давайте посмотрим на плей-офф Лиги Европы. Где там, например, Зенит против Леона будет. Они уже проиграли одну встречу в 1-16. И Локомотив проиграл Армении 3-1. Вот такие вот дела. Наши бывшие команды вот так вот выступают в Еврокубках. Но у нас сейчас вот выездная игра в Лиге Чемпионов против Фенербахче. У них 78-й голкипер на воротах. Фенербахче против ПСЖ. Поехали. Итак, Фенербахче против ПСЖ. Сукру, 40-й голу, стадиуму. Как-то так вроде. Ну все. Мы начинаем. Раунд плей-офф Лиги Чемпионов. Первый матч. Поехали. Итак, меня заменили на 8-6 минуте. Вместе с меня, скорее всего, там вышел Мауро и Карди. И это 1-0. И это 1-0. Митерпуль 2-0 обыграл Интер. У них голкипер на воротах. ПСЖ против Лориена. Поехали. Итак, ПСЖ Лориен. Матч Чемпионата Франции. Домашняя наша игра. Поехали. Ну что же, заканчивается у нас матч против Лориена. Домашняя игра. Снова у нас не получается, к сожалению, победить. С счетом 0-0 заканчивается. Итак, лидерство у нас теперь не в 9, а в 7 очков над Лилем. Итак, у нас сейчас выездная игра против Реймса. Они идут на пятые строчки. Постараемся мы их сегодня победить. 67-й голкипер у них на воротах. Мы заряжены. Поехали. Итак, Реймс против ПСЖ. И все, заканчивается у нас очередной матч в Чемпионате Франции со счетом 0-0. У меня оценка 7-0. У нас лидерство теперь в 5 очков над Лилем. Итак, сейчас у нас игра против Нанта. Они идут на 10-й строчке. У нас снова домашняя игра. Надеюсь, победить сегодня у нас наконец-то дома получится. 69-й рейтинг на воротах у Нанта. ПСЖ против Нанта. Поехали. Итак, ПСЖ Нант. Домашний матч Чемпионата Франции. Надеемся сегодня на 3 очка. Поехали. И замечательно. Голевая на Куисевского прошла у нас. 36-я минута. И уходит вперед. 1-0. И все. Заканчивается у нас матч со счетом 1-0. Мы обыграем Нант. Один удар, один в створ. У нас один гол. Теперь мы можем в качестве значения... Ну, мы в общем пробили легенду с вами. Ну, на звезде футбола. Там или что было. В общем, 5 матчей победили. Итак, сейчас у нас игра дальше будет в чемпионате вроде. Ну, а так Куисевский. 7-5 оценку получает. Моя голевая защита. Она замечательная. Итак, у нас лидерство в 5 очков над Лилем. Это моя 9-я голевая передача за сезон. 81-я в карьере. Итак, нет. Не в чемпионате Франции у нас сейчас игра. У нас игра в Лиге Чемпионов. Ответная против Фенербахче. Мы плохо играем дома в чемпионате. Посмотрим, как в Лиге Чемпионов сыграем. Минимально 1-0. Мы обыграли Фенербахче на выезде. 78-й рейтинг. Угол кипера команды соперника. Поехали. Итак, ПСЖ против Фенербахче. Ответная игра 1-8 Лиги Чемпионов этого сезона. Я не помню. В прошлом году мы до четверти финала или в 1-8 вылетели от Манчестера. Это когда я травму получил. Вот это вот я не помню. Но сейчас мы вроде как должны проходить. Нам попался легкий соперник. Один из легких, который мог вообще попасться. Поэтому почему бы и нет. Так, а вот сейчас очень опасный штрафной. 21-я минута. Соса подходит к мячу. Удар. И это, естественно, гол. Кто бы сомневался, а? И это 2-0. Мы сейчас проигрываем Фенербахче. Вы серьезно? Нам надо теперь 2 мяча забивать. Что вообще происходит? Мы сейчас реально можем вылететь, блин, от Фенербахче. Мы можем сейчас стать двукратными обладателями чемпионата Франции. Может быть и кубок. Сейчас постараемся выиграть. Но в любом случае. Крищано. Да. Камбэк из Риэл, как говорится. Нам надо теперь забивать один мяч хотя бы. И можем постараться выиграть. На это у нас есть второй тайм полностью. И мы забиваем. Мы забиваем сейчас Фенербахче. Гол плюс пас. И замечательно. 74-ая минута. Мы проигрывали 2-0 против Фенербахче. А здесь просто невероятно. Отдали голевую на кого там? Крищано вроде, да. Он забил. И сейчас мы. Мы забиваем голевую от Крищано. И все. Вроде как четвертьфинал для ПСЖ близок. Сейчас лишь бы не пропустить. А лучше забить еще один. Потому что у нас очень ужасная игра в этом сезоне. Что-то именно в этом выпуске на домашней арене. Вот это фло. Но ладно. Мы будем продолжать лучше. Все. Слава богу. Но мы остаемся с вами в Лиге Чемпионов. В четвертьфинал мы проходим. Но мне вообще просто такую интригу создали. Два мяча забили. Но зато сработала связка Роналду и Хорев. Из Ювентуса еще. И гол плюс пас у нас с ним за матч. Он на меня отдал. Я на него. Все замечательно. Мы проходим в четвертьфинал. Вот. Это связка, которая не помогла ПСЖ в матче против МЮ. В прошлом сезоне из-за этого мы вылетели. Из-за того, что меня просто не было на поле. А так. У меня оценка 7,5. Я дал на Роналду. Роналду на меня. Как я и говорил. Все замечательно. У нас гол плюс пас за этот матч. Реал проходит дальше. Проходит дальше Ливерпуль. Проходит дальше Ювентус. Проходит дальше ЦСКА. Проходит дальше Тоттенхэм. Проходит по пенальти даже Сити. Челси. И еле-еле, но прошли мы. 32-й у меня гол в сезоне. 10-я голевая передача в сезоне. 156-й гол. И 82-я голевая передача за всю карьеру. Итак, сейчас у нас игра против Сан-Теттиена. Они идут ниже 10-й строчки. У нас выездная игра. Вообще замечательно. Все. 76-й Руфье на воротах у них. Сан-Теттиен против ПСЖ. Поехали. Итак, Сан-Теттиен против ПСЖ. Выездная игра. Для нас это намного лучше, чем домашняя. Как вы видели, мы чуть не вылетели из Лиги Чемпионов. Причем в домашней игре. Посмотрим. Посмотрим, как сложится сейчас игра. Против Сан-Теттиена в Чемпионате Франции. И какая подачка прошла. Забивает у нас тут Пабло Сараби. 11-я минута. Моя голевая передача. Отлично. Испаймс хорошо приложился. И мы замечательно разыграли вот это выбрасывание. И все. Руфье даже не понял, как этот мяч залетел. А мы выходим вперед. И это 1-1. Сан-Теттиен вот так тоже быстро. Практически сравнивает счет. Хоть и прошло там 20 минут, но все равно никаких моментов после нашего гола не было. Вот и Сан-Теттиен этим не воспользовался. И все. Заканчивается у нас матч. Против Сан-Теттиена. Сыграли мы в ничью 1-1. Моя голевая передача принесла нам 1 очко. Вот Юликсич стал игроком в матче. 3 очка у нас лидерство. Лили набирает обороты. 11-я моя голевая передача в сезоне. 83-я в карьере. Итак, сейчас у нас матч в Кубке Франции. Тем более мы видим, что нам еще в Лиге Чемпионов Ливерпуль попался. Будет очень-очень трудно. ПСЖ против Лиль. Точнее против ПСЖ. В Кубке Франции первая строчка играет против второй. Мы играем на выезде. У них Лунин на воротах. 76-й рейтинг. Мы заряжены. Поехали. Итак, Кубок Франции. Лили против ПСЖ у нас вроде как полуфинал. Поэтому должны, должны мы сегодня побеждать. Надеюсь я на это. Заканчивается у нас матч со счетом 0-0. Просто ни одного момента мы не можем создать за целый матч. Поэтому сейчас у нас дополнительное время. И вот неплохой момент. Удар. И это гол. Димария. Первый удар в матче. 99-я минута. И Димария забивает. Все. И просто посмотрите. Моя передачка. Так. Это кто там? Килини был вроде. Ну все. Мы начали практически эту атаку. И под перекладину забивает Димария. И вот так вот. Весь матч доминировал Ли. Но здесь просто Димария замечательно начала эту атаку. Ну точнее мы начали. Да. Димария ее завершил. И все. Минимальная победа. 99-я минута. Димария вывел ПСЖ в финал Кубка Франции. У нас сейчас просто до сих пор есть все шансы выиграть Требл. Почему бы и нет. Мы остаемся в Лиде Чемпионов. У нас там игра против Ливерпуля. Мы в борьбе за чемпионство чемпионата Франции. И будем играть еще против Марселя в финале Кубка Франции. Ну что ж друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно напишите в комментариях. В какой вы хотите клуб. Чтобы я перешел. Потому что следующий выпуск у нас уже будет последним. Я бы хотел почитать ваши комментарии. Ваше предложение. Понять куда нам дальше двигаться. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это же до новых встреч. Друзья, всем до свидания. Друзья, всем до свидания.